ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Под водой находится некая конструкция фланец, которая необходимо в условиях практически нулевой видимости на ощупь в иной среде под водой и собрать, значит, собрать, значит, измертых деталей, собрать единую каструбуску. В процессе работы водолазу становится условно плохо, да, возможно, он там получает бирограмму. Вроде необходимо со всеми, значит, исполнением всего водолазного цеха, это вывести на поверхность, для этого есть страхующие водолазы, и оказать им первую помощь в соответствии с требованиями водолазной медицины. То есть такое направление, да, которое водолазной медицины называется. Там очень все специфично будет. Значит, это не значит, что работа не должна быть завершена. После команды стоп извлекается на поверхность фланец, которую вы видите, проверяется плотно закрепление гаек, вообще как усоплено. Это достаточно сложная работа под водой и достаточно простая работа на поверхность, да, поэтому не следующему человеку кажется, ну что такое, да, там, собрать, допустим, вот этот фланец. Под водой это очень сложно. Можно сделать и более сложные конструкции, но на этих соревнованиях мы решили пойти немножко по другому пути. Нам все-таки интересует уровень подготовки наших сотрудников, поэтому мы всех опытных водолазов убрали с дистанции и сделали из них судья. Поэтому здесь у нас работает, скажем так, условно молодежь. Я не по возрасту имею в виду, а просто та же работа именно на должности спасателя-водолаза, водолаза. Значит, следующая дистанция это у нас излечение тел погибших и строповка утонувшего автомобиля. Дистанция, которая выполняется достаточно быстро, но тем не менее она у нас наиболее распространена в жизни, связанной именно с техническими вещами. Когда автомобиль срывается в обрыв, с моста падает. И необходимо достать тела, необходимо застропить автомобиль для того, чтобы тяжелую технику, краном впоследствии извлечь. И, соответственно, необходимо будет произвести подводное ориентирование. Что это значит? Это фактически управление водолазом с земли. На глади воды плавают буи, которые последовательно с первого по четвертый, по пятый. А водолаз обязан, используя команды, которые по ходовому концу, по привязанному к нему фану, что слышать, правильно распознать, прочитать. И последовательно обнаружив все метки плавающей на воде буи. Это очень сложная дистанция. Проходит она обычно тихо, спокойно, ничего не видно. А все кипение работает и происходит под водой. Там водолаз нервничает, мучается. Не знает им куда. Вправо, влево, вверх, вниз. Это тоже достаточно сложный элемент, который мы здесь отрабатываем. Но это классический элемент, это спасение на воде, когда 25 метров нужно проплыть и без водолазного оборудования нырнуть на глубину 3 метра, извлечь, достать тонущего человека со дна. И это боевой выход катера, когда необходимо собрать в результате взрыва или иной аварии, раздрослых по водной поверхности пострадавших, нужно собрать одного, снять с корабля другого. Это мы тоже отрабатываем. Все это взято из жизни.